Здравствуйте. Запланировала трансляцию, но выхожу раньше. Сегодня я буду говорить только по словам. Вообще ничего от себя не буду говорить, потому что тема очень серьезная, очень серьезная, потому что если мы будем дальше продолжать надмиваться уму, придумывать всякие вымыслы, чтобы привлечь в себе людей в церковь или что-то еще сделать для того, чтобы получать большую прибыль в церкви от десятины. Потому что, ну, рассуждаю так, чем больше людей в церкви, тем больше доходов. Понимаете, логика какая? Для Господа это мерзость. Это и есть мерзость запустения. Это и есть мерзость запустения, когда люди думают о деньгах. Вчера у меня в ночи писала слово проповедь. Пусть будет проповедь. Я вообще-то себя проповедником так не могу назвать. То, что я освящаюсь и делаю так, чтобы люди познавали Бога, это точно. Многие, конечно, привлекают людей к Богу, но они привлекают людей к Богу в каком-то страхе, в том, что вот ад, вот их ждет после смерти. А Бог не так сотворил в себе. У него избранное есть. У него есть люди, которые делают правду на земле. И уже делают. Не познал Бога, но уже делают правду. Еще написано, что меня на что не искавший меня. Вот чем тайна. Так вот, когда Бог учил, Иисус учил молиться. Спросили его апостолы. Научи нас молиться. Он что сказал? Учи наш. Эта молитва уже всем известна. Так вот, люди, надмиваясь умом, что творят? Они начинают обращаться к Духу Святому. Личное общение хотят с Богом. У меня такого в жизни не было. Проповедник один нас учил. Я когда только пришла в церковь, читая книжку. Доброе утро, Дух Святой. Попробовала так молиться Бог на корню. Отрезал это желание. Есть Всевышний. Есть Отец, к которому мы обращаемся. Отче наш, Сущий на небесах. Всевышний, Вседержитель. Который всё знает. Который всё запланировал. Который привлекает людей, чтобы они жили праведно и помогали друг другу, не мешали, не огорчали. Потому что хуже всего это лечить души раненые. Так вот, Иисус сказал такое слово. Я не буду, конечно, добавлять. Он говорит конкретно. Я сказал вам это, чтобы вы не приткнулись. Вас будут отлучать от синагог. Но наступает час, когда всякий, кто будет убивать вас, будет думать, что он несёт служение Богу. Меня изгнали в церкви, думаю, что несут служение Богу. И будут делать это, потому что они узнали ни отца, ни меня. Но я сказал вам это, чтобы когда наступит этому час, вы помнили это, что я говорил вам об этом. А этого я не говорил вам от начала, потому что я был с вами. Но теперь я иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает меня, куда ты идёшь. Напротив, от того, что я сказал вам это, ваше сердце наполнилось печалью. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я ушёл. Ибо если я не уйду, утешитель не придёт к вам. Это Дух Святой утешитель. Имя Духа Святого. Утешитель не придёт к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Значит, Дух Святой нам дал для утешения. Ходят верующие и неверующие, кстати, Духа Святого. Он изливает Бога в последнее время на всякую плоть и утешает, чтобы люди не огорчались, чтобы не болели. И он, придя, обличит, значит, Дух Святой, он обличит мир о грехе, о праведности и о суде. О грехе, потому что не верят в меня. О праведности, потому что я иду к Отцу, и вы уже не видите меня, а о суде, потому что правитель этого мира осуждён. Ещё многое имею вам сказать. Но сейчас вам это не под силу. Но когда придёт Он, Дух Действительности, Он ведёт вас во всю Действительность, ибо Он будет говорить не от Себя, а будет говорить то, что услышит и возвестит вам грядущих. Вот это самое главное. Дух Святой говорит то, что услышит, а надмиваются пророки в кавычках, которые говорят, что они общаются с Духом Святым и обращаются к Нему не к Отцу Невежному, к которому нужно обращаться через Иисуса Христа, написано. Один посредник между Богом и человеком, Иисус Христос, а они такие великие помазанники, обращаются к Духу Святому. Из этого у них блуд, разврат и вот это уже помазание не от Бога, а от беса. Он меня прославит, потому что получит от моего и возвестит это вам. Всё то, что имеет Отец моё. Поэтому я сказала, что Он получает от моего и возвестит это вам. Возвещает. Утешитель Дух, Действительный Дух Святой. Он утешает. И Он говорит только то, что услышит. Не имеется возможности общаться непосредственно с Духом Святым. Он имеет право сказать только то, что услышит. То, что Ему, как в Солме 103. Благословите Господа все ангелы Его могущие силы. Те, что выполняете Его Слово. Благословите Господа все Его небесные силы. Те, что исполняете Его волю. Волю. Есть у Бога воля Отца непосредственно. Он руководит всей Церкви телом Христовым. И нету такого, как у нас в Православной Церкви. Там к святым все молятся непонятно. Ну, вообще к другу вообще получается молиться. Потому что есть реинкарнация. Есть. Нету. Нету святых у престолов. К престолу я прихожу. Во время молитвы я прихожу, обращаюсь к престолу. Читайте Откровение. Там ангелы только у престола, которые исполняют волю Божию. Давайте уже разумеем, что происходит на самом деле. Я, приходя к Богу в молитве, я, если я чистый, я оказываюсь у Его престола. У Отца престола. У Отца Небесного. Потому что земля Его престол. Подножье ног Его написано. Еще немного, и вы уже не увидите меня. И опять немного увидите меня. Тогда некоторые из его учеников сказали друг другу, что это такое, что он говорит нам еще немного, и вы не видите меня. И опять немного увидите меня. И потому что я иду к Отцу. И так они говорили. Что это такое, что он говорит еще немного. Мы не знаем, о чем он говорит. Иисус узнал, что они хотели спросить Его. И сказал им. Об этом вы спрашиваете друг у друга, что я сказал. Еще немного, и вы не видите меня. И опять немного увидите меня. Истинно, истинно говорю вам. Что вы будете плакать и рыдать. А мир будет радоваться. Вы будете печалиться. Но ваша печаль обратится в радость. Женщина, когда рождает, имеет печаль. Потому что наступил ее час. Но когда родит ребенка, уже не помнит скорби от радости, что родился человек в мир. Вот. Ну, я хочу сказать, что так как есть реинкарнация, еще непонятно праведники на земле, которые еще не познали Бога. Которые, может, еще атеисты, но делают правду на земле. Может, у них была тогда где-то жизнь святых. Вот в чем истина. Те люди, которые сейчас борются за правду, доказывают свою защиту бедной, борьбой против несправедливости и так далее. Они служат Богу. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные. Мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем, кстати. Будем. О будущем говорит. О реинкарнации. Что будем дальше? Потому что увидим Его, как Он есть. Когда Отца увидим. Чистым сердцем. Узря от Бога написано. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Я считаю, что люди, которые надмиваются умом своим, думая о том, что они пророки великие, на самом деле Богу не служат, потому что они не боятся Отца. Они надмиваются. Для сего и явился Сын Божий, чтобы разрушить дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. За что убил его? За то, что дела его были злые, дела брата его правильные. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что вы перешли смерти в жизнь, потому что любим братьев, не любящий брата пребывать в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. И вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающим. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое. Как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить ни словом, ни языком, но делами истинными. И вот почему знаем, что мы от истины успокаиваем перед ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кой мы почти Бог? Потому что Бог больше сердца нашего и знает всё. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим? Получим от него. Потому что соблюдаем заповедь его и делаем благоголодный перед ним к Богу. Не к Духу Святому, а к Богу. А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нём, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по Духу, который Он нам дал. И вот самое важное местописание, 4 глава послания Иоанна, 1 послания Иоанна, 10 стих. В том любовь, что мы, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, а любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нём, и Он нас узнаёт из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствовали, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали Любовь, которая имеет к нам Бог, и мы веровали в Него, в неё. Бог есть Любовь, и пребывающие любви пребывают в Боге, и Бог в Нём. Да, посмотрела сегодня фильм Кот де Винчи. Конечно, просто эта литература настолько перекручивает истину. Страшно просто. Смотреть, конечно, можно, но если человек с молитвы на устах убивает человека, а потом кается, стоит на коленях, кается, просто никуда не годится. Просто страшно. Если так дальше пойдёт, я не знаю, что будем делать. Всё, будьте богосоветны. Ёбые, saber вон, когда мы делаем? Да! Всё. Всё, всё, всё. Всё.